Здравствуйте! 16 декабря, как всегда по вторникам, состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. Десногорск готовится к большим праздникам – Дню энергетика, Новому году и Рождеству. По городу начинается украшение объектов, как торговых, так и общегородских. Елка уже установлена станционно, завершается установка городской елки. Поэтому, несмотря на объективные события в мире и в экономике страны, мы продолжаем жить в своем череду. Праздники никто не отменяет, поэтому, я думаю, настроение жителей нашего города не должно быть паническим, а должно быть оптимистичным. Коллектив медсанчасти 135 работает в штатном режиме. За прошедшую неделю диспетчерский пункт кур медицинской помощи принял 268 вызовов, один по ДТП. В отдельных стационарах пролечено 120 человек. Зарегистрировано 108 случаев заболевания университета, случаев гриппа не зарегистрировано с пневмонией, не зарегистрировано. И в акушерском оберении стационара на свет появился четвертый новорожденных. Комитет по культуре и молодежной политике, а также его структурные подразделения работают по утвержденному плану. Детская библиотека стала победителем межгодного огласного конкурса в среде библиотек научную организацию работы с детьми, проживающими на территории Смоленской области. Этот конкурс в области проводится 7 раз, и вот наши третий раз стали победителем. На прошлой неделе прошли мероприятия по Дню Героев Отечества в наших учреждениях культуры, и 18 декабря в 18.00 в Центральную библиотеку мы приглашаем на вечер «Родная сторонка, прописанная в сердце», посвященный выходу календаря знаменательных и памятных дат «Десногорск. Люди и время. 2013-2014». Кто желает, может пригласить. 18 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке. В учреждениях образования идет вторая учебная четверть, а выпускники готовятся к итоговой аттестации. В связи с новым введением положения «Государственная итоговая аттестация» до 2015 года мы принимали заявление от выпускников прошлых лет до 1 марта. Теперь мы обращаем внимание выпускников прошлых лет, которые хотят сдавать экзамены ЕГЭ, следует подать заявление до 1 февраля. Это же относится и к нашим выпускникам, которые обучаются сейчас в школах, и поэтому осталось совсем немножко с тем, чтобы определиться с тем вузом, куда они будут поступать, и, соответственно, с теми экзаменами, которые они будут сдавать. Информация дана в средства массовой информации на телевидении, в газете, поэтому 311 кабинет принимает заявление от выпускников прошлых лет. Ну, в продолжении темы развития баскетбола в нашем городе, хочу сказать, что 14 декабря, в воскресенье, в городе Росбурге прошло межмуниципальный этап чемпионата. Команда школы номер 1 у нас заняла третье место. Я считаю, что это почетно, тем более, что впервые, ну, учитывая то, что наши учителя физкультуры не тренеры по баскетболу, как бы это сказать, дифференцированные, разноуровневые, поэтому я считаю, что это результат довольно положительный. И 10-11 декабря в городе Смоленске вот уже восьмой раз проходит мероприятие для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаёт людям» и «Сердце отдаёт детям». И наша представитель, руководитель хореографического коллектива Дома детского творчества в клубе Марии Васильевны заняла первое место в номинации художественной. Поэтому хочется поздравить коллектив Дома детского творчества. Они очень творческие, инициативные. И эта победа ещё раз доказывает, что педагоги города Десногорска довольно профессиональные люди. О состоявшихся спортивных мероприятиях и достижениях Десногорцев рассказал Олег Николаевич Прудников, председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму. В Туле прошёл чемпионат ЦФО России по шахматам, где участвовали наши спортсмены. Это Доминов Геннадий Иванович Переходкин, Владимир и Греченко Сергей. И заняли второе место, что на российском уровне очень достаточно высокий результат. Показывает мастерство наших леснобольских шахматистов. В Смоленске прошёл чемпионат области по плаванию, где Каркашин Александр, ученик четвёртой школы, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, что тоже очень высокий уровень, так как плавание в Смоленской области не на высшем уровне, как вид спорта, и звание кандидата в мастера спорта очень высокое. Также первый разряд выполнил ученик первой школы, Кайгородов Александр. И вновь сборная мужская нашего города стала чемпионами области по фольгу. Это ребята, которые тренируются в сборной полимерно. И хочу также сообщить жителям города, что в Генино, несмотря на плохую погоду, трасса подготовлена. Если не будет большого плюса, можно выходить, покататься, погулять на лыжах. И в перспективе, при установлении стабильной погоды, снежной, трасса также будет укатываться на тропе здоровья, как под классику лыжней, так и под конек. О зарегистрированных дежурной частью ОМВД России по городу Десногорску заявлениях и сообщениях доложил Руслан Николаевич Олейников. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!